Первого года, Колумбия, первый орбитальный корабль Space Shuttle скользит к точной посадке на базе ВВС Эдвардс, Калифорния, совершая свой впечатляющий первый полет. Но в отличие от космических кораблей, которые были раньше, Колумбия не будет уволена со службы, чтобы стать музейным экспонатом. Его будущее как космического транспортного средства только началось. После успешного первого полета, Колумбия была доставлена обратно в космический центр Кеннеди. Вот процесс разворота был запущен. Были проверки системы, незначительный ремонт плитки и замены. Пакет для экспериментов под названием «Оста-Ван» был помещен в отсек полезной нагрузки. Посылка покоится на платформе, построенной Европейским космическим агентством. Была установлена канадская система дистанционного манипулятора. Система включает в себя механическую сигнализацию длиной 50 футов. В начале августа Колумбию перевели в здание сборки автомобилей. Здесь он был соединен с двумя новыми твердотопливными ракетными ускорителями и внешним топливным баком. Три недели спустя его снова выкатили на стартовую площадку. Первый полет шаттла принес много первых результатов. Второй полет шаттла принесет еще один, первый раз в истории космических полетов, когда будет предпринята попытка запустить тот же космический корабль во второй раз. В течение следующих трех недель подготовительные команды работали на трех кораблях, пытаясь соответствовать состоянию запуска в начале октября. Все шло гладко, вплоть до загрузки гипергаллического топлива. Этот процесс едва начался, когда Тетраксид азота был обнаружен пролитым на орбитальный аппарат. Примерно от 15 до 20 галлонов окислителя пролилось по борту транспортного средства и в отсек топливного бака носовой части. Он также поместился между плитками системы тепловой защиты орбитального аппарата и разорвал связь, удерживающую плитки, на космическом корабле. В конце концов, более 350 пришлось удалить. Причиной разлива была неисправность быстроразъемного клапана для закрытия. Клапан не мог закрыться из-за концентрации нитрата железа в головке и затвердения смазки в этой области. Пока Колумбия все еще находилась на стартовой площадке, рабочие смогли получить доступ внутрь носового отсека и заменить пропитанные тепловые одеяла. Они тоже смогли дотянуться до промокшей плитки. Поэтому не было бы необходимости возвращаться на орбитальную станцию для ремонта. Плитки были подвергнуты очень быстрому процессу обеззараживания, чтобы удалить окислитель. В течение трех недель после разлива все 378 плиток были удалены, обеззаражены и повторно скреплены. Запуск был перенесен на 4 ноября. Но Колумбии еще не суждено было вернуться в космос. Всего за 31 секунду до зажигания стартовый компьютер остановил обратный отсчет. Давление в баке с жидким кислородом было ниже заданного предела, необходимого для взлета. Между тем, контроллеры также все больше беспокоились о высоком давлении масла в двух из трех вспомогательных силовых агрегатов. После дальнейшего анализа этой проблемы, они решили отложить запуск на сегодня. ВСУ жизненно важны для безопасного использования и входа в Колумбию, для управления двигателями во время взлета, управления поверхностями стрел во время посадки и для опускания шасси. Было подозрение, что давление масла в агрегатах повысилось из-за засорения фильтров. Проблема должна быть решена до следующего запуска. Анализ показал, что на масле образовалось вещество, похожее на воск, которое засорило фильтры. Вещество было создано в результате химической реакции между маслом и гидрозиновым топливом. Гидрозин просачивался в коробку передач в течение семи месяцев с момента последнего использования ВСУ и загрязнил масло. Хотя многие думали, что техник просто забыл сменить масло, обычные процедуры технического обслуживания этого не требовали. Действительно, ключевым фактором повторного использования шаттла является быстрый оборот при минимальном техническом обслуживании. ВСУ были промыты новым синим маслом, были установлены новые фильтры и добавлено свежее масло. Работая по очень плотному графику, наземные бригады завершили работу. В течение недели шаттл снова был готов к запуску. Астронавты Джо Энгел и Ричард Трули, командир и пилот второго полета шаттла. Командир Энгел, который присоединился к НАСА в 1966 году, был частью дублирующего экипажа Аполлона-14 и первого полета шаттла. Три из его полетов 16 на 15 прошли более 50 миль, что дает ему звание астронавта, но он еще не был на орбите. И Ричард не был настоящим пилотом для этого полета. Правда, который присоединился к НАСА в 1969 году, был связистом капсулы для трех миссий Skylab и миссии Аполлона-Сои. Он также был частью дублирующего экипажа первого рейса Колумбии. Оба мужчины уже летали на шаттле раньше во время испытаний на заход и посадку в Центре летных исследований Драйдена в 1977 году. Это было больше четырех лет назад. Сейчас был 1981 год, 12 ноября, если быть точным. Ричарду Трули исполнилось 44 года. Обратный отсчет сейчас ведется секвенсорами Z-1 на борту орбитальных аппаратов. Сопло РБ номер 7 должно находиться в исходном положении Т-10. 9, 8, 7, мы должны запустить главный двигатель. У нас запускается главный двигатель. З-1 на борту орбитных аппаратов. Роджер косолапый под всеми. Тебе скоро 40. Роджер косолапый. Роджер косолапо. Роджер косолапый под фильмами Т 24. Ранджер косолапые. Хорошо выглядит. Да. 103. Тебе будет 103. Хорошо, давай получим статус возврата здесь. Финал. Иди. Бустер, иди, иди. Эко, мы уходим. Орел, иди. Хорошо, мы пойдем дальше. Вернись. Отрицательно на каждом шагу. Это звучит хорошо. Иди. Наставление Джо. Сделай дырку через 3-4. Да, сэр. Бустер, иди. Хорошо, это хорошо. У нас все хорошо. Поехали. Габи. Габи. Мика. И мы получили подтверждение и подтверждение. Давай сейчас слезем с танка. Без проблем. Не обращай на него внимания. Не обращай внимания на наградные сообщения. Продолжай идти. Робби Хьюстон. Ты можешь не обращать внимания на укусы иду. А у нас было 87. Роджер на ступеньке. Хорошо. Давай сделаем это на номинальной дельте V1-4-1. Роджер Холмс. Один. Станис. Бустер. Иди, иди, иди. Джи, иди. Кэпком, мы идем на это номинально. Иди за ВСУ прочь. Колумбия, Хьюстон, твой суслик. Номинально жаждет одного. Ты вовремя закрылся. А мы маневрируем. Роджер. Когда Колумбия продолжила движение к орбите, Эрбс совершил безопасную посадку на парашютах в Атлантическом океане в 160 милях от места запуска. Они были восстановлены и будут использованы снова в более позднем рейсе шаттла. Все системы орбитального маневрирования сработали успешно, выведя Колумбию на орбиту в 138 миль вокруг Земли. Двери отсека полезной нагрузки были открыты, чтобы развернуть радиаторы, рассеивающие тепло, и подвергнуть клятву экспериментам. Так начались многие задачи предстоящей пятидневной миссии. Однако, вскоре после достижения орбиты, примерно через 2 часа 27 минут, миссия завершилась. Экипаж сообщил о высоком уровне РН, указывающем на щелочность в одном из трех топливных элементов Колумбии. Ячейки, которые производят электричество и воду для космического корабля и экипажа, необходимы для работы многих систем на борту. Диспетчеры полетов, разобравшись почти со всеми мыслимыми проблемами во время моделирования полета, немедленно начали работать над поиском решения этой проблемы в режиме реального времени. Но тем временем способность ячейки вырабатывать электроэнергию продолжала ухудшаться. Примерно через 5 часов, по истечении времени миссии, было решено отключить топливный элемент и безопасно откачать из него всю энергию. Это предотвратило бы возникновение потенциально опасной реакции, которая могла бы повредить космический корабль. Но в соответствии с правилом миссии, принятым перед полетом, отказ топливного элемента сократит номинальную миссию в 125 часов до минимальной миссии в 54 часа. Было проведено совещание руководства миссии, чтобы решить, применять ли это правило или отменять его, возвращаться ли домой через 54 часа или не ложиться спать в течение всего срока. На пресс-конференции на второй день миссии директор космического центра Джонсона Кристофер Крафт объяснил, почему в конце концов было принято решение сократить миссию. Ну, у нас, конечно, нет никаких других проблем на борту. Я думаю, что мы считаем, что это разумно сделать на данном этапе нашей тестовой программы. Мы думаем, что действительно сможем извлечь все из миссии, которую мы запланировали с помощью, за исключением времени. Так что мы просто чувствовали, что с более благоразумной позиции, которая у нас была, мы очень тщательно продумали перед полетом, что это было лучшее, что мы могли сделать. Действительно, практически все было выведено из запланированной миссии. Все высокоприоритетные цели были достигнуты, и 90% общих целей были выполнены. Даже несмотря на то, что это была испытательная машина, полет в которой был прерван на 71 час. Первоочередными задачами были тесты системы дистанционного манипулятора, завершенные утром второго дня. Салли Райт, первая женщина-коммуникатор капсулы, провела астронавтов через испытания. И у нас есть отличная фотография с камеры Дельта-руки, опускающейся в люльку. Привет, хорошо. Я вижу, как старый каменный шар смотрит в окна. Я думаю, что это лучшее слизь устройства. И теперь у нас есть фотография Пулт, которая двигает меня дальше. Эрмс, которая является основной подсистемой орбитального аппарата, предназначена для развертывания и извлечения спутников и других полезных нагрузок в ходе оперативных полетов. Хотя рука на самом деле не захватила полезную нагрузку, конечный эффектор смог приблизиться к цели на расстоянии шести дюймов и сохранить это положение. Две очень важные цели теста. Ты сможешь это сделать, если запрешь его. Хорошо, мы сделаем это. И у нас есть фотография флага, и мы согласуем это с Энкоу. Супер. Между прочим, ты сказал одну из вещей, которая меня удивила. По крайней мере, я так не думал. Но мы не чувствовали, что Эрмс вообще сдвинет орбитальный аппарат. Хорошо, понял. Колумбия, Хьюстон. У нас есть. У нас есть камера на локте. Хорошо. Привет, мам. Кроме того, были оценены все пять режимов работы системы, начиная от ручного управления астронавтами и заканчивая полностью компьютерным управлением. Три с половиной часа тестов, проведенных на руке, оказались весьма успешными. Настоящая дань уважения дизайнеру, Национальному исследовательскому совету Канады и строителям. SPAR Aerospace Limited Canada взяла на себя все расходы, связанные с исследованиями и разработками этой первой системы. Был назначен первый пакет научных приборов, которые будут доставлены на шаттле из управления космических и наземных применений НАСА. О, все еще один. Хотя все визуальные результаты еще не получены из данных шаттла, каждый эксперимент уже проводился на самолетах или спутниках. Радиолокационный прибор для визуализации шаттла использовал радар бокового обзора для создания картографических изображений поверхности Земли, показывающих рельеф. В дополнение к ранее записанным спутниковым данным Landsat, которые могли бы идентифицировать породы и типы растительности, композит выявил геологические структуры такого типа, которые могли бы содержать ценные залежи полезных ископаемых, такие как нефть. Благодаря экспериментам ОСТА, установленным в отсеке полезной нагрузки космического шаттла Колумбия на высоте 160 миль по всему миру, были получены данные, доказывающие, что датчики, ранее использовавшиеся на дорогостоящих отдельных спутниках, теперь могут летать группами на шаттле, наряду с недорогими коммерческими большими датчиками, которые раньше можно было использовать только на самолетах. Это значительно снизит стоимость таких экспериментов в будущем, сделав их доступными для исследователей с низким бюджетом. Способность картографировать Землю из космоса также продемонстрировала потенциал этих приборов для картографирования других еще не исследованных планет даже сквозь плотный облачный покров. Как это смог сделать эксперимент с радаром визуализации шаттла? В конце второго дня у Центра управления полетами был особый посетитель. Джо Дикк, это Рональд Рейган. Здравствуйте, господин президент. Позволь мне просто сказать, что я уверен, ты знаешь, как все здесь гордятся. А теперь еще и вся эта нация. Я уверен, что весь мир, но безусловно, Америка положила на тебя свои глаза и свое сердце. Большое тебе спасибо, господин президент. Для нас большая честь, что у нас есть возможность принять в этом участие. Мы, безусловно, ценим, что ты взял на себя труд показать всем людям, работающим на космическом шаттле, насколько это заставляет нас гордиться. Но умнение все равно. И еще раз, да благословит вас Бог обоих. И все мы здесь наблюдаем за этим с большой гордостью. Большое тебе спасибо, сэр. Спасибо, сэр. Очень нравится. Спасибо тебе. Выполнив все задачи первого приоритета, экипаж был готов вернуться домой. Вход и посадка будут их последним испытанием в течение 7 минут. Или... Роджер, дверь по левому борту закрывается. И я хочу, по крайней мере, закрыть ее здесь и остановить. Отключись. Хорошо, это звучит хорошо. Ричард. Привет, оператор Малиф. Ты проверил конфигурацию. Я бы хотел обогнуть рог. Я пойду. Я пойду на сделку. Гори. О, он все еще немного не в себе. GPS. Мы отправляемся в полет. Он все спланировал. Иди, 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 иди. Сержант, иди, 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 папаша. Иди, 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 иди. Хорошо, ты можешь прийти. Я имею в виду, Хьюстон, у нас есть шанс сжечь обломки. В этом прошлом осталось 3 минуты. Спасибо тебе, Рик. Посадка, как и первая миссия, будет на базе ВВС Эдварда в Калифорнии. Участие в этой миссии проверит реакцию автомобиля на маневры, которые раньше не выполнялись. И смена ролей все равно будет обновлена. И Колумбия, Хьюстон. Смена ролей все равно будет такой же короткой. Это не окажет существенного влияния на этот ранний поворот при развороте первого броска. Роджер. Понимаешь. Спасибо, Рик. Первый маневр, выполненный в начале отключения связи, был выполнен на скорости 24 маха, самой быстрой скорости, с которой когда-либо осуществлялось ручное управление в аэродинамическом полете с крылом. Было совершено около 30 маневров, когда шаттл рассекал атмосферу со скоростью от 26 до 11 маха. Примерно на скорости 10 с половиной маха ожидалось, что Колумбия восстановит связь с Центром управления полетами Колумбия, Хьюстон через Баккорн. Настрой Эйоус. Ты примерно в 25 милях к югу от наземной трассы. У тебя хорошая навигация. У тебя хорошая энергия. Мы бы хотели, чтобы ты проверил свой галс в МЭЛС и радарных высотомерах. Хорошо, Рик, рад тебя слышать. И приказывает на 10, 5 и 165 тысяч футов. Сейчас же. Роджер, все выглядит хорошо. Твоя энергия очень хороша. Навигатор хорош. Первому визуальному наблюдению Колумбии помогли струи из реактивных двигателей системы управления, которые были выпущены на высоте 100 тысяч футов. Мах-3-6. У тебя есть положительные места. У нас есть для тебя новости о ветре. В обновлении погоды у тебя очень тонкий слой 25 тысяч. Ветры в воздухе такие же, как и на земле, 220-18 орехов, порывы до 24. Довольно хорошо. Звучит как старый добрый Эдди Дэй. Позволь мне, Хьюстон, мы покажем тебе перехват взлома в качестве напоминания. У тебя сейчас сильный западный ветер с 38-0 футов. Хорошо. Спасибо тебе, Рик. И маневры идут очень хорошо. Птица действительно крепкая. Хорошая, крепкая птица всю дорогу. Ну, нам нравится это слышать. Тормози на скорости. У тебя есть суслик. Автолэнд? Хорошо, спасибо, сэр. Хорошо, Рик. Мы не. Спида. Сбать скорость, приятель. Открой авто. Все в порядке. Спасибо тебе. Хорошо, 2500 футов. Скорость закрыта на 270 узлов. Погони согласия. Хорошо, вот он идет. Трое готовы. Сто, пять тысяч тридцать. Две тысячи десять. Пять, три. Приземление. Носовая передача пятнадцать. Тысяча десять. Пять, три. Спасибо тебе, Чейз. Пять, три. Ладно, у тебя в голове крутится то, что они доставляли в почтовую посадку. Хорошо, Джо, это отличный день для компании Ace Moving. Добро пожаловать домой. Хотя этот второй полет шаттла длился всего два с половиной из запланированных пяти с половиной дней, он ответил на некоторые сложные вопросы. Орбитальный аппарат это действительно многоразовый космический корабль, который можно запускать снова и снова. Приборы в отсеке полезной нагрузки могут отображать ресурсы Земли в глобальном масштабе. И система дистанционного манипулятора выполнила задачи этого полета по испытаниям. Завершение этого полета знаменует собой промежуточную точку в программе летных испытаний шаттла. Третий полет Колумбии, миссия продолжительностью до семи дней, запланирован на весну 1982 года. Проблемы, с которыми мы столкнулись до сих пор, не являются неожиданными во время летных испытаний. Действительно, только благодаря таким испытаниям можно добиться уверенности в машине, ее системах и ее летных характеристиках. Колумбия – это совершенно новая концепция в космических полетах человека. Ему нужно очень консервативное, очень всестороннее тестирование, прежде чем он сможет начать функционировать, делая доступ к космосу таким, каким он никогда не был раньше. Рутина Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...